Если вы такой же, как я, то вам наверняка приходится несколько раз перепроверять свой баланс перед большой покупкой. И когда я говорю большая покупка, я имею в виду банку Ягуара. Так или иначе, у богатых людей порой вкус бывает на грани абсурда. С вами Зигер, и я вам расскажу про 10 самых дорогих вещей. Самый дорогой пёс. Вполне себе милый пёс, но уж точно не ценой в полтора миллиона долларов. Этот пёс, породы тибетский мастивбоб, продан китайскому мультимиллионеру в марте 2011 года. Вы могли бы подумать, что за свою стоимость он должен, по крайней мере, уметь готовить для вас кофе по утрам, но на самом же деле он умеет просто сидеть и выглядеть превосходно. Самая дорогая машина. Ясное дело, что цены на машины бывают слегка дороговаты, в особенности, если вы решили приобрести винтажное авто. В то время, пока большинство людей тратит зарплаты на новые моторы, обладатель самой дорогой тачки в мире явно зарабатывает огромное количество денег, так как в октябре 2013 года он приобрёл Ferrari 250 GTO 1693 года выпуска за 52 миллиона долларов. Это просто жесть. Пока мы залипаем в мониторы, кто-то залипает в самое дорогое ТВ в мире. Предназначен этот ТВ в первую очередь для любителей гламура. Его диагональ 55 дюймов, а корпус инкрустирован драгоценными материалами, золотом, бриллиантами, платиной и тому подобное. Дизайнером стал Стюарт Хьюз, его рукам принадлежат самые дорогостоящие смартфоны в мире. Ну а сам телевизор называется Prestige HD, всё это по разумной цене в 2 миллиона 200 тысяч долларов. Неплохая сделка. 8 тысяч фунтов за стрижку. Цена в действительности включала перелёт первым классом из Италии, лимузин от аэропорта и услуги Стюарта в течение всего дня, а также обещание, что каждая прихоть Беверли будет выполнена. Но её единственной просьбой был чай со сливками и аккуратная сухая стрижка, которая заняла меньше часа. Сумка это не только предмет для удобства и ношения вещей в ней, а также важный элемент имиджа любой современной девушки. И как вы думаете, какая девушка не захочет подчеркнуть свой имидж с помощью сумки стоимостью почти в 4 миллиона долларов? По мне эта сумка немного безвкусная. Самые дорогие ботинки за 2 миллиона долларов, которые заказал Ник Кэнон, ему захотелось 14 тысяч бриллиантов у себя в ботинках. Что тут такого? Если вы думаете, что капучино в Старбаксе дорогой, то вы совсем не шарите в кофе, ведь процесс производства зёрен кофе, копия лювак состоит в том, что мусанги поедают кофейные вишни, переваривают окружающую кофейные зёрна, мякоть, и в ходе дефекации экскретируют зёрнышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. Такие дела. Говорят, что мужчины те же дети, только стоимость их игрушек меняется. Вот именно для таких больших детей немецкий конструктор Роберт Галпин и бывшие инженеры из корпорации Mercedes-Benz подготовили уменьшенную модель одного из самых роскошных автомобилей в мире Lamborghini Aventador LP704. Данная модель выполнена в масштабе 1 к 8 по форме и конструкции. Кузово очень похоже на оригинал. Её цена составляет всего 4 миллиона 700 тысяч долларов. Всё лучшее детям. Ведь не все миллиардеры тратят свои деньги впустую. К примеру, очень нужной оказалась соска для ребёнка, пусть даже она украшена бриллиантами. Житель Объединённых Арабских Эмиратов выложил свой автомобильный номер за гигантскую сумму 14 миллионов долларов. Он состоит всего из одной цифры – один. Он и его цена теперь красуются в книге рекордов Гиннесса. Впрочем, деньги, вырученные от продажи номера, пошли на строительство медицинского центра. Ну а на сегодня всё. С вами был Зигар. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И, как обычно, спасибо за просмотр.